Пышные платья в пол, хотя самые смелые дамы могли позволить себе и разрез на юбке, предчувствие грядущих перемен, ну и, конечно, расцвет русской литературы. Многим именно таким запомнился рубеж 19-го и 20-го веков из школьного курса истории, который, впрочем, едва ли позволяет почувствовать дух эпохи. Зато благодаря интеллектуально-развлекательной программе Одинцовского центра народного творчества и методической работы можно с головой окунуться в Серебряный век. Мы используем музыку того времени, для этого мы используем фотографии, художественные зарисовки из тех времен, говорим о том, как люди тогда жили, о чем они думали, во что одевались. Мода – это тоже очень важно. Ну и благодаря всему этому мы можем сравнить, как живется сегодня, как жилось тогда. Многие хорошо знают творчество поэтов Серебряного века, могут даже процитировать Цветаеву или, например, Блока. Но при этом мало кто представляет, как тогда, сто лет назад, жили наши предки. Как они обращались друг к другу, как одевались и что ели. Ответы на эти вопросы участники путешествия во времени искали сообща, разделившись на команды. Конкурс «Правда или ложь» оказался одним из самых интересных. Нынешней француженке уже мало крашенных волос. Она вздумала красить в розовый цвет и зубы. Парижские дантисты быстро обучились этому искусству, и теперь у них нет отбоя от экстравагантных посетителей, желающих пугать почтенную публику вурдалачьими зубами. Цены дантиста заламывают басно-словный и в молитвах благодарят прихоти моды. С мнением большинства, команда «Миражи» утверждает, что это была правда. Иначе в этом это не исключено. Ну, отвези на кого, не томите коллегу. Внимание, да, это правда. Также неожиданно француженки украшали шляпки убитыми воробьями и не клали в салат оливье лук. Удивили участников программы и фотографии вековой давности. Хотя найти ответ на загадку, что же на них изображено, общими усилиями удалось. Путешествием во времени собравшиеся остались довольны. Нам очень понравилось. Это было интересно и заставляет вспоминать все, то, что мы знаем, то, что мы умеем. Интересная жизнь получается. Имеешь желание прийти, пообщаться в коллективе. И это очень хорошо. И хотя члены клуба для тех, кто не считает годы, еще находятся под впечатлением, организаторы уже думают над тем, куда отправиться в следующий раз. Мы пока думаем над серединой 20 века. Это, пожалуй, тоже было бы интересно. Тем более, что многие наши гости и участники клуба, они вполне могут даже уже и лично рассказать о каких-то вещах, которые были тогда актуальны. А только что вернувшиеся из Серебряного века с нетерпением ждут продолжения. И надеются, что объявления о следующем путешествии во времени напечатают в газетах и озвучат на телевидении, чтобы как можно больше представителей старшего поколения могли составить им компанию. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.